Дорогие, вы знаете, сегодня я хотел бы поделиться размышлениями на такую тему, я назвал ее так, Церковь во времена Апокалипсиса. Кто-то из вас слышал такое слово Апокалипсис? Да? Кто слышал? А кто из вас читал книгу Апокалипсис? Читали? Но на самом деле книга Апокалипсис это книга Откровения. Аминь. Это самая последняя книга Библии. Кто-то дошел до самой последней книги Библии, да? Или вы все еще где-то на бытие остановились? Вы знаете, я уверен, что, наверное, большинство из вас вы уже не раз Библию прочитали. Аминь. И вы продолжаете это делать. Так или нет? Вы знаете, я вообще считаю, что как минимум любой нормальный верующий должен Библию за год прочитывать. Это как минимум. Как максимум 2, 3, 4 раза. Это вообще хорошо. Аминь. Но вы знаете, я хочу сказать вам, никогда не останавливайся на достигнутом. Достигнутом. Прочитал Библию один раз, не останавливайся, не думай, что этого достаточно. Библию надо читать постоянно. Аминь. Поэтому, вы знаете, читая книгу Апокалипсис, Откровения, вы знаете, я увидел очень интересные послания. И я думаю, что все вы читали эти послания. Это послание к семи церквям. И вы знаете, вот именно над некоторыми моментами я хотел бы поразмышлять сегодня. Но, вы знаете, сегодня даже неверующие люди слышали такое слово Апокалипсис. И знаете, сегодня современный кинематограф снимает фильмы об Апокалипсисе, как о конце света, как о конце жизни, как о катастрофе какой-то великой. И вы знаете, на самом деле, вот Библия же ничего от нас не скрывает. Слово Божие нас очень четко и ясно предупреждает, что однажды вся земля и все дела, которые на ней, они что? Что с ними произойдет? Сгорят. Аминь, так или нет? Ну, вы согласны со мной или нет? Или такое чувство, будто вы так не хотите, чтобы это все произошло? Вы знаете, я тоже не хочу, чтобы это произошло, но это будет, потому что так Господь сказал в Слове Своем. Аминь. Если мы верим в Слово Божие, друзья мои, будет все, что там написано. Аминь. И даже если мы не верим в Слово Божие, все равно будет все, что там написано. Аминь. И мы с вами видим, что уже это все происходит. Если вы смотрите новости, допустим, последние новости, да, которые происходят в этом мире глобально, да, то, что происходит, допустим, в Израиле, мы с вами видим, что на самом деле обо всем об этом Господь предупреждает через Слово Свое. Вы знаете, богословы посчитали, что уже больше 75% всех пророчеств в Слове Божьем, они уже исполнились. Осталось меньше 25%. И вы знаете, при этом вот эти 25% они могут так быстро исполниться, так быстро исполниться, что мы даже глазом не успеем моргнуть. Аминь. И вы знаете, интересно, что в Библии написано, чтобы мы с вами наблюдали, чтобы мы с вами, если мы хотим быть готовыми к последнему времени. Кто хочет быть готов к последнему времени? Знаете, последнее время для нас верующих, я верю, для нас верующих это время, когда Господь за нами придет. Аминь. Да, конечно, мы понимаем, что будут сложные, тяжелые времена, Господь Иисус предупреждал. Будут скорби, будут войны, будут катаклизмы природные происходить, будут какие-то страшные ситуации происходить вокруг. Но вы знаете, самое главное, что Господь обещает, Он говорит, что я приду, чтобы забрать свою церковь. Аминь. Поэтому, друзья, мы, как люди верующие, как церковь, мы должны помнить об этом, и мы себя должны готовить к этому. Аминь. Мы не должны, знаете, строить там бункеры, мы не должны строить, углубляться там так сильно-сильно, чтобы прилепиться к земле, чтобы никакие потрясения нас не смогли стряхнуть с этой земли, да, чтобы никакие ветра не могли нас сдуть с этой земли. Знаете, если Господь придет, слушайте, лучше полететь отсюда. А Господь говорит, что Он вознесет церковь свою, да, это будет, наверное, очень интересно. Знаете, в одно мгновение вдруг ты, вопреки всяким законам гравитации, притяжению, вдруг ты начнешь подниматься к небу. Вы знаете, я бы хотел это ощутить, хотя я боюсь высоты. Я не люблю, знаете, какие-то карусели, там вот эти качели, но я думаю, что когда ты будешь возноситься, ты будешь чувствовать крепкую руку Бога Отца. Аминь. И ты будешь понимать, что то, что ждет тебя там, это во много-много раз лучше, прекрасней, то, что есть здесь на земле. Аминь. Поэтому, друзья мои, я верю, что мы должны с вами, как церковь, готовиться к этому. Мы должны облегчать свое состояние, мы должны облегчать свою жизнь. Не в буквальном, конечно, смысле, но облегчать, вы знаете, в духовном смысле. Больше богатеть в Бога, больше прилипляться к Божьему, чем к земному, чем к плотскому. Можете сказать на это? Аминь. Аллилуйя. И вы знаете, когда мы читали с вами книгу Откровения, несколько первых глав, допустим, да, вторую, третью главу, вы все прекрасно помните вот эти семь церквей, к которым обращался Господь, и Он говорил с этими церквями, Он разговаривал. Вы помните, да, к семи церквям Он обращался, и у Него были разные претензии, доводы, да, разные моменты, вы знаете, которые Он хотел, чтобы вот эти церкви, они исправили. И вы помните, где-то в какой-то церкви была проблема, да, что она была ни холодна, ни горяча. Она была теплой. Вы знаете, состояние теплости. В какой-то церкви, вы помните, было состояние потери первой любви. Вы знаете, наверное, вот не буду лгать, не буду кривить душой, но я, наверное, переживал что-то подобное в своей жизни. Я думаю, что каждый из нас, мы что-то переживали. И мы понимали, что Господь говорит нам. Вы знаете, вот эти слова во второй и третьей главе книги Откровения, они относятся сегодня к современной церкви. Они не просто относятся к тем церквям, да, которые канули в века. Сегодня большинство из этих вот древних церквей, они находятся на территории современной Турции. Знаете, даже интересно было бы там побыть, посмотреть. Но, вы знаете, на самом деле, Слово Божие, оно сегодня живо и действенно и для нас, современной церкви. Церкви последнего времени, оно как никогда актуально. Вы знаете, всякий раз, читая Слово, книгу Откровения, я понимаю, что Бог говорит лично в моё сердце, Бог говорит лично в сердце каждого читающего. И, вы знаете, интересный момент, я сегодня не буду говорить о всех семи церквях, я всего лишь коснусь, вы знаете, братья и сёстры, одной церкви. И по одной простой причине. Я коснусь одной церкви, вы знаете, по изучению богословов, есть такой вывод, что была одна единственная церковь, которую сатана не смог опорочить, на которую сатана не смог повлиять, на которую сатана не смог остановить. У кого-то из вас есть доводы, какая это церковь? Не стесняйтесь, можете сказать, мы не на оценку сегодня здесь сидим. Какая? Феводельфийская, да, сёстры говорят, потому что уже слышали, я в четверг проповедовал об этом. Феводельфийская церковь, слава Богу, да. Вы знаете, интересно, это единственная церковь, в которую сатана не смог войти, в которую сатана не смог искусить, не смог ввести в искушение, не смог ввести в какое-то, знаете, отклонение от истины. На самом деле, друзья мои, знаете, вот оно как бы так звучит, немножко рисковато, как это так сатана и церковь, ну что такое общего может быть? Вы знаете, на самом деле вот нет тут ничего необычного. Мы все с вами сталкиваемся с сатаной, мы все с вами сегодня, друзья мои, в нашей современной жизни встречаемся с ним. И я хочу сказать лицом к лицу, но ситуация в том, что это не то лицо, которое мы думаем, страшное, ужасное, когда, о-о-о, я не видел ни разу такого лица. Нет, вы знаете, сатана, Библия говорит, он может и ангелам света притвориться, да, чтобы попытаться тебя искусить, чтобы попытаться тебя остановить в следовании за Господом. Ведь он приходит в нашу жизнь, знаете, с различными предложениями, с искушениями, которые заманчивы, которые приятны на вид, на взгляд, которые ласкают слух. Знаете, это его попытки остановить современную церковь, церковь последнего времени, остановить, чтобы мы перестали Богу служить, чтобы мы перестали за Богом идти, чтобы мы перестали Его слышать. Знаете, в некоторых моментах у него это получалось. Но мы видим с вами, что Господь говорит, покайтесь, 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 покайся. И продолжая следовать за мной, да, он говорил, шести церкви, он говорит, покайтесь, измените свои отношения, у вас есть возможность восстановиться. Но давайте мы обратим внимание с вами, я почитаю про Филадельфийскую церковь, это Откровение 3 глава 7 по 13 стих. Давайте мы прочитаем, что говорит Господь этой церкви. И ангелу филадельфийской церкви напиши, так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела, вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Вот гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего, имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба, от Бога моего, имя мое новое. Имеющий ухо дослышит, что дух говорит церквям. Вы знаете, друзья мои, когда мы читаем с вами вот это обращение к филадельфийской церкви, здесь Богу нравятся два очень важных, две очень важных характеристики этой церкви. Я не знаю, обратили ли вы на это внимание, когда мы сейчас читали, но у этой церкви филадельфийской есть всего две характеристики, на которые Бог обращает внимание, которые Бог выделяет. Вы знаете, нечто особенное было в этой церкви, что сохранило их от влияния сатаны, что сохранило их от какого-либо искушения поддаться, да, плотским желаниям, каким-то, может быть, мирским похотям. И они, друзья мои, смогли сохранить себя в чистоте и святости пред Богом. Я не буду долго вас томить, но я скажу, самое первое, друзья мои, на что Господь обращает внимание, это следующее. Филадельфийская церковь сохранила слово мое. Сохранила слово Божье. Друзья мои, как важно нам понимать, что сохранить слово Божье, это не значит хорошо его упаковать, это не значит его спрятать где-то, положить в надежное место, или даже не значит вот взять его, прижать к себе плотно скотчем примотать и всегда с ним ходить. Вы знаете, сохранить слово Божье, это значит, друзья мои, это слово всегда читать. Скажи, всегда читать. Ты знаешь, если ты будешь всегда читать слово Божье, оно будет работать в твоей жизни. Аминь. Вы знаете, я всегда говорю, друзья мои, что очень важно, чтобы мы с вами обратили внимание на нашу дисциплину духовного человека. Вы знаете, дисциплинированный, зрелый христианин, духовный человек, он читает Библию постоянно. Скажи, постоянно. Каждый день. Аминь. Вы знаете, точно так же, как мы каждый день кушаем, и наш физический человек нуждается в физической пище. Точно так же, друзья мои, наш духовный человек ежедневно нуждается в хлебе, шедшем с небес, в Слове Божьем. Аминь. Скажи ежедневно. Я хочу сказать, друг мой, если ты читаешь Библию постоянно, если ты читаешь Слово Божье постоянно, то оно обязательно, оно будет жить внутри тебя. Аминь. Это очень важный принцип христианина. Это очень важный принцип человека, верующего в Бога. Аминь. Но, друзья мои, я хочу сказать вам, это еще не все. Мы не только должны постоянно Слово Божье читать. Мы не только его должны постоянно читать. Но мы еще должны размышлять над Словом Божьим. Аминь. Скажи, миссис Суммой, размышлять. Друзья мои, для этого мы с вами ходим на собрания. Для этого мы с вами ходим на домашние группы. Знаете, кто-то получил открыт. Кто ходит на домашние группы? Слава Богу. Вы знаете, что домашние группы для того, чтобы размышлять над Словом Божьим. Аминь. Не для того, чтобы просто чай пить с вкусняшками, да? Потому что, к сожалению, иногда такое бывает, что мы теряем основной смысл. Вы знаете, иногда бывает, что на домашние группы самое главное, самое ценное, самое важное – это попить чаю, накрыть хороший стол. Я знаю, что это не про вас, это не про вашей домашней группы. Я знаю, что домашняя группа прежде всего для того, чтобы поразмышлять над Словом Божьим. Аминь. И если кто-то чего-то не понимает, то на домашней группе очень подробно можно разобрать, очень подробно можно пообщаться, объяснить. Вы знаете, для этого нам нужно собираться вместе, нам нужно быть на домашних группах, да? Помните, в Библии написано «псалмами делиться», «словом делиться», да? «Общаться», «вразумлять друг друга». Вы знаете, это важно, это важно. Потому что Слово Божье, в нем сокрыты очень ценные истины, в нем сокрыты такие великие истины, такие великие ценности. Вы знаете, когда мы размышляем над Словом Божьим, знаете, что с нами происходит? Мы богатеем, скажи, богатеем. Скажи кому-то рядом. Ты богатеешь, когда размышляешь над Словом Божьим. Когда мы читаем Псалмы, мы видим там, как часто псалмопевцы, они говорят о ценности Слова. Вы помните, что Слово сравнивается с золотом, Слово сравнивается с медом, Слово сравнивается с хлебом жизни, Слово сравнивается, знаете, с драгоценностями. Всегда, друзья мои, Слово Божье было источником мудрости. И вы знаете, я хочу сказать вам, людей, которые читают Библию, знаете, как видно, не потому, что они всегда с Библией ходят, нет. Людей, которые читают Библию, знаете, как видно, они мудрые люди. Скажи мне со мной, мудрый. Если ты хочешь быть мудрым, читай Слово Божье постоянно и размышляй над Ним. Аминь. Ты обязательно будешь мудрым человеком. Вы знаете, мы иногда думаем, что вот, ну, мудрый – это тот, кто много учится, мудрый – это тот, кто много образования имеет. Вы знаете, я соглашусь, что это важно, но я хочу сказать, даже если ты не смог получить образование, даже если ты не смог отучиться в высшем учебном заведении, поверь мне, ты сможешь быть мудрым человеком, если будешь читать Библию, если будешь над ней размышлять. Аминь. Ты даже сможешь быть мудрее мудрых. Библия говорит, что Господь силен посрамить мудрое миро сего через незнатное. Через незнатное, через простое, через, знаете, может быть, небогатое. Знаете, чем? Потому что это незнатное, простое, небогатое, оно обогатилось Словом Божьим, которое не имеет цены. Аминь. Так вот, друзья мои, чтобы нам сохранить Слово Божье, нам нужно читать и размышлять. Но и это еще не все, друзья мои. Есть еще один очень важный момент, без которого первые два момента будут не работать, будут недействительные. Вы знаете, это важный закрепляющий момент, знаете какой? Нам нужно с вами Слово Божье исполнять. Скажите мне со мной, исполнять. Скажи кому-то рядом, исполняй Слово Божье. Я уверен, что многие из нас, находящиеся в этом зале, мы знаем разные места Писания наизусть. Аминь. Я думаю, что большинство из вас, если вас поставить здесь, за кафедру, вы сможете говорить красивые проповеди, вы сможете говорить замечательные истины. И это хорошо, это нормально. Вы знаете, Бог помазывает уста проповедующих. Я знаю, что когда вы проповедуете на улице, когда вы свидетельствуете кому-то, Бог использует ваши уста, Бог использует ваше сердце, в котором сокрыто это сокровище Слово Божье. Но вы знаете, друзья мои, самое лучшее проповедь, самое лучшее свидетельство, это то, когда мы исполняем Слово Божье. Аминь. Вы знаете, нам даже не нужно уметь красиво говорить. Нам даже не нужно уметь красноречиво говорить. Знаете, нам достаточно взять и исполнить Слово Божье. Это будет самая сильнейшая проповедь в действии. Аминь. Это будет самое сильнейшее свидетельство Божьей славы. Потому что очень часто, друзья мои, Слово Божье, оно противоположно тому, что принято в этом мире. Вы знаете, и христианина всегда видно. Знаете как? Не потому, что его голова светится. Хотя, знаете, мы читаем об этом, да, что мы должны быть светом мира. Но знаете, в чем наш свет? Наш свет в том, что мы отличаемся от этого мира. Мы поступаем иначе. Аминь. И мы не крадем. И мы не сквернословим, да? Хотя, может быть, вокруг тебя постоянно звучит сквернословие. А может быть, вокруг тебя постоянно, знаете, происходят ссоры. А ты человек, который не ссоришься. Ты человек, который ведешь к миру. А может быть, вокруг тебя постоянно сплетни звучат какие-то, да? Какие-то разговоры о ком-то. Особенно о том, кого нету посреди вас, да? А ты не такой человек. Ты ищешь хорошее, и ты пытаешься похвалить. Ты ищешь доброе, и ты пытаешься об этом сказать. Аминь. И в этом, друзья мои, наша сила. Когда люди видят, что мы другие. Мы не поступаем так, как поступают все. Мы не ищем легких путей. Вы знаете, как важно, когда ты говоришь слово, как важно, знаете, его исполнять. Я не знаю, замечали ли вы или нет, но иногда, знаете, когда мы приходим в Дом Божий, мы поем такие красивые песни, псалмы. Знаете, иногда, может быть, бывает так, что мы поем их автоматически уже. Но мы не обращаем внимание на те слова, которые мы говорим, да? А знаете, порой ведь эти слова бывают с таким глубоким смыслом. Когда мы говорим, мы обещаем Богу, мы говорим, Бог, мы оставим все, мы пойдем за тобой. Бог, мы любим тебя больше всей нашей жизни. Да, мы поем такие псалмы. И, друзья мои, вы знаете, поверьте, очень важно, когда мы поем такие псалмы, очень важно позволять Слову Божьему в нас это вырабатывать. Очень важно, чтобы мы, произнося эти слова, знаете, прилагали усилия, чтобы действительно так поступать, чтобы, выйдя с этого зала, выйдя с церкви, с Дома Божьего, действительно по жизни вот так эту песню исполнять. Аминь. Вы согласны со мной? Ведь мы не просто так это поем, чтобы красиво спеть, но мы провозглашаем. Мы высвобождаем силу Духа Святого в нашей жизни, когда поем такие псалмы. Поэтому, как важно, друзья мои, когда мы что-то говорим, и Слово Божье вот так и поступать. Когда мы что-то, может быть, читаем, и Дух Святой нас обличает, знаете, как важно остановиться, и, возможно, нужно помолиться и раскаяться в чем-то. Ведь Слово Божье, оно способно нас менять. Аминь. Вы знаете, как это важно, когда Бог проговаривает в твою жизнь, и ты прислушиваешься, и ты действительно начинаешь менять себя под воздействием Его Слова. Итак, друзья мои, Господь говорит, что мне очень нравится в филадофийской церкви, что она сохранила Слово Божье. Это очень важный момент, друзья мои. Вы знаете, в нашу жизнь разные слова звучат. Возможно, вы знаете, иногда есть такие слова, которые нас ранят, которые приносят нам печаль, скорбь. Вы знаете, разные слова звучат. Но какие слова мы храним? Какие слова мы сегодня несем с собой, несем в своей жизни, в своем сердце? Вы знаете, я слышал такие истории, когда люди настолько верили словам, прозвучавшим в их жизнь, незаслуженно, что так в их жизни и получалось. Однажды одному человеку учитель сказал, что по нему тюрьма плачет. И вы знаете, этот человек оказался в тюрьме. Может быть, ты живешь сегодня, и ты все еще помнишь слова своих родителей. Я никогда не забуду эту историю. Когда один парень пожизненно заключен, он рассказывал, что его отец был немногословен, но однажды он ему сказал, если взялся за что-то, доводи до конца. И вы знаете, это слово, как гвоздь, было вбито в его жизнь. И однажды, когда в его руках оказался нож, он понял, что нужно доводить до конца. И он совершил тяжкое преступление. Потому что слово, сказанное в его жизни, слово, которое он услышал, он его принял, и он его хранил. Поэтому, друзья мои, какое слово сегодня мы храним с вами? Каким словом мы сегодня с вами живем? Знаете, ведь это слово, оно формирует нашу духовную атмосферу. И если ты сегодня в обиде, значит, в твоей жизни какое-то слово обиды сформировало, твою атмосферу. Если ты сегодня в непрощении, значит, какое-то слово непрощения сформировало эту атмосферу. Вы знаете, ведь Бог говорит нам прощать, ведь Бог говорит нам не обижаться, ведь Бог говорит нам любить, благословлять. Аминь? Слово Божие намного сильнее чего-либо слова в твоей жизни. Аминь? Поэтому Господь силен разрушать проклятия слов, сказанных в твою жизнь, незаслуженно. Давайте будем хранить слово Божие, давайте будем углубляться в Него, давайте будем изучать Его, и самое главное, будем исполнять. И вы знаете, друзья мои, мы позволим Богу сохранить нас, Библия говорит, в годину искушения. Аминь? Знаете, часто слово Божие, оно бывает неудобным. Оно бывает, знаете, словом терпения, как говорит Библия. Мы читаем словами, ты сохранил слово терпения. Да, нам надо терпеть. Но вы знаете, это терпение не ради терпения, это терпение ради победы. Скажи, ради победы. Если ты хочешь быть победителем, как говорит Господь, да, побеждающий, который все наследует, тебе нужно ради победы терпеть. Друзья мои, спортсмен терпит какие-то лишения в своей жизни ради победы. Аминь? Не ради того, чтобы выработать терпение. Перестань терпеть ради того, чтобы тебе стать терпеливым. Знаете, иногда мы вырабатываем, дрессируем сами себя. Я буду терпеливым. Нет. Я буду терпеть ради победы. Аминь? Это намного легче будет тебе. Потому что, знаешь, очень сложно стать по-настоящему терпеливым. Очень сложно. Потому что мы не знаем, какой этот предел. Но когда ты терпишь ради победы, ты знаешь, однажды ты будешь победителем. Аминь? Господь говорит, в тебе немного силы. В тебе немного силы. Всем нам нравится сила. Всем нам нравятся какие-то особенные проявления. Всем нам нравится, допустим, я думаю, любой жене нравится, когда рядом с ней сильный муж. Любым детям нравится, когда рядом с ними сильный отец. Вы знаете, дети растут, им нравятся сильные люди. Они их привлекают, сильные личности. Но, знаете, интересно, что Господь говорит в философической церкви, в тебе немного силы. В тебе немного силы. Но ты сохранил Слово. Вы знаете, Слово Божье поможет нам все преодолевше устоять. Аминь? Да, может быть, оно не будет таким явным. Может быть, знаешь, ты не будешь каким-то сверх, знаете, могущественным. Знаете, иногда нас привлекают такие вещи, да? И я хочу сказать вам, друзья мои, это нормально, когда что-то происходит сверхъестественное. Но поверьте мне, это не от нас зависит, это от Бога зависит. И когда ты хранишь Слово Божье, поверь мне, в твоей жизни обязательно будут происходить сверхъестественные вещи. Но не в этом главное. Главное, чтобы ты был верным Богу до конца. Аминь. Слава Богу. Вы знаете, мне нравится очень одна история. Я ее неоднократно вспоминал, использовал. Это записано в книге пророка Иеремии в первой главе, вернее, в 35-й главе с 1 по 10 стих. Я не буду ее зачитывать, я просто напомню, вы можете ее почитать дома. Иеремия 35 с 1 по 10 стих. Однажды Господь сказал Иеремии идти в дом риховитов и поговорить с ними и позвать их в дом Божий. Риховиты это были сыны священнические, это был род священнический. И вот однажды Бог сказал Иеремии позови этих людей это родство в дом Божий. И знаете, что Бог сказал там сделать? Завести их в комнату священника, поставить чаши и налить их полной вина. И знаете, что Бог сказал Иеремии? Скажи сынам риховитов, чтобы они пили. Слушайте, знаете, сегодня так много споров о вине, о алкоголе, еще о каких-то вещах. Так много сегодня споров о, знаете, каких-то, может быть, легких там наркотиках, о каких-нибудь там сигаретах, вейпах, так много споров. Но знаете, что интересно? Бог хотел нечто показать. Знаете, кто-то скажет, ну, если Бог сказал через Иеремию пророка налить вина в доме Господнем и пить, наверное, так сложно было бы, наверное, отказаться, это же нормально, значит, это что-то такое, какое-то новое постановление, учение. Но, знаете, интересно, что сыны риховитов, они были другие. Знаете, что они сказали? Мы не будем пить вина, потому что мы живем по слову, мы живем по слову нашего отца, который он получил от Господа. И он нам это слово передал. Никогда не пить вина. Если хотите быть долголетней, жить долго на земле, никогда не пить вина. И вы знаете, они не стали пить вина, и Господь стал говорить, Иеремия, посмотри на этих людей, вот это те люди, которые действительно являются настоящими детьми Божьими. Вы знаете, как важно сохранить Слово Божие, как важно, друзья мои, посмотреть, на чем мы строим нашу жизнь. Иногда, знаете, так ласкательно, так приятно что-то звучит, появляются какие-то новые движения, новые течения, новые учения. Знаете, то, что вчера нельзя было, сегодня разрешают. Знаете, сегодня оправдывают, знаете, оправдывают разводы, оправдывают какие-то грехи, оправдывают какие-то поступки, и говорят, это нормально, то, что было раньше, это совсем другое время, другая культура. Но знаете, что Господь говорит, кто сохранит слово мое, того и я сохраню в годину искушения, сохраню и не позволю сатане осквернить. Вы знаете, вот это постановление родилось давным-давно, когда Господь сказал не прикасаться к вину, ни к чему нечистому. И вы знаете, это постановление было для священников, для рода левитов, для тех, кто священнодействовал. И мы можем сказать сегодня, но это не имеет отношения ко мне, я же не священник. Но, друзья мои, мы должны с вами не забывать, как нас Господь называет сегодня в Новом Завете через апостола Петра, вспомните первое послание Петра, вторую главу, девятый, десятый стих, там ясно написано, что мы род избраны. И что дальше написано? Царственное Священство. Друзья мои, мы сегодня с вами не просто кто-то рядовой, а кто-то генерал. Мы сегодня с вами не просто кто-то в высшей касте, а кто-то в нише. Нет, Бог говорит про всех нас, абсолютно, про всех нас одинаково. Он говорит, что мы Царственное Священство. Аминь. Знаете, не менее и не более Царственное Священство. Священники в позиции Царя. Это намного больше даже, друзья мои, чем просто священники. Аминь. Если мы сегодня с вами понимаем и верим в это, поверьте мне, это слово, оно в нашей жизни должно работать. Оно должно нас соблюдать к чистоте. Поэтому, друзья мои, сыны Иериховитов, они сказали, мы не будем пить вина. Мы будем слушаться голоса Иоаннадава, Отца нашего, во всем, что Он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни наши. Мы и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши, и чтобы не строить домов для жительства нашего. И у нас нет виноградников, ни полей, ни посева, а живем в шатрах, и во всем слушаемся, и делаем все, что заповедал нам Иоаннадав, Отец наш. Какое сильное убеждение, какая сильная вера, какое сильное основание, друзья мои. Аминь. Но мы идем дальше. Второй очень важный момент, вторая очень важная характеристика Феводельфийской церкви. Написано следующее. И не отрекся имени моего. И не отрекся имени моего. Вы знаете, однажды я слышал очень сильную мысль, которая была озвучена, и мне она нравится. Я думаю, что, наверное, есть над чем задуматься. Потому что, вы знаете, вот этот момент, когда мы, наверное, вспоминая Петра, да, когда он был такой голословный, он говорил, Господь, я никогда не отрекусь от Тебя, я хоть куда за Тобой, вот хоть куда за Тобой, я не отрекусь. Знаете, вот когда в нашей жизни все спокойно, все хорошо, знаете, вот мы думаем, что, Господь, мы с Тобой, мы за Тобой, куда Ты, туда я, да? Но знаете, я хочу сказать вам, мы никогда не знаем, что нас ждет впереди. Однажды один мудрый человек, он сказал, если ты не можешь жить для Бога, ты никогда не сможешь для Него умереть. Как мы сегодня живем? Вы знаете, друзья мои, отречься от Бога очень легко сегодня, очень легко. Нам даже не надо об этом говорить, нам даже не надо это, знаете, от кого-то слышать. Помните, как сатана, он искушал Иисуса в пустыне, да, лицом к лицу, он говорил, слушай, поклонись мне, отрекись от Царства Божьего, поклонись мне, я тебе все царства земные отдам. И вы знаете, сегодня вот нам даже не надо это слышать. Вы знаете, я думаю, что вот этот момент отрешения, знаете, когда происходит, когда мы поступаем противоположно тому, что говорит Слово Божье. Знаете, согласитесь, когда мы встали с вами на путь христианства, в нашей жизни начали вырабатываться определенные ценности, ценности, убеждения, так или нет, да? Вот мы стали для себя вырабатывать такие убеждения, ценности. Допустим, для нас ценно посещение собрания, для нас ценно чтение Библии, для нас ценно молитва, для нас ценно общение с братьями и сестрами. Но вы знаете, вот я так наблюдаю, знаете, за годы христианства, вот так бывает иногда, почему так происходит. Знаете, что происходит? Точно так же, как мы вырабатываем ценности, точно так же потом иногда бывает так, что мы начинаем ими пренебрегать. Мы сами начинаем пренебрегать теми ценностями, которые мы выработали в себе с помощью Духа Святого, с помощью Господа и Его Слова. Вы такое замечали когда-нибудь в своей жизни? Знаете, я замечал в своей жизни такое. Нет никого смелого, да? О, спасибо, хоть кто-то меня поддержал. Знаете, я замечал это. И вот именно, друзья мои, в такой момент и происходит то, когда мы просто отрекаемся от Господа. Вы знаете, но я скажу вам, это не приговор, это не смертный грех, это не то, что все, я отрекся, ой, ужас, все, что мне делать? Нет, друзья мои, как я уже говорил, помните, Господь говорит, покайся, покайся, если это произошло. Да, бывают такие моменты, когда в суете, в порыве каких-то эмоций мы делаем глупости, мы обижаемся, мы позволяем, знаете, лукавому шептать в наши уши, мы позволяем, может быть, поступать в разрез со Словом Божьим, но это тот момент, друзья мои, когда нам можно остановиться, не поддаться вот этому, знаете, ветру, который нас гонит, остановиться и покаять, сказать, Господь, прости, я снова хочу вернуться к тем ценностям, к тем убеждениям, которые ты однажды в мою жизнь вложил. Вы знаете, мне так нравится восхищаться братьями и сестрами, которые имеют такие вот твердые убеждения, которые ставят во главу угла исполнение Слова, какие-то вот эти приоритеты жизненные, да, когда для них служение, оно важнее всего, но проходит время, и знаете, так печально замечать, когда вот то, что они утверждали и держались, вдруг это стало для них, именно для них, они же сами для себя это выработали, вдруг стало неценным. Ты думаешь, что произошло? Господь изменился? Нет, Бог тот же. Где-то мы ослабеваем, где-то мы позволяем, знаете, к сожалению, так скажу, лукавому нас останавливать, лукавому на нас влиять. Но Господь говорит, и не отрекся имени Моего. В Евангелии от Матфея Иисуса Христа звучит это предупреждение для нас, 32-33 стих, «Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую Я пред Отцом Моим Небесным, а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того Я пред Отцом Моим Небесным». Я еще раз повторю, друзья мои, очень часто момент отрешения от Христа происходит тогда, когда мы поступаем против Слова Божьего. Как я уже говорил, да, мы можем читать, мы можем размышлять, но мы можем не исполнять или делать противоположное. Вот это и есть тот момент. Поэтому сегодня, знаете, у нас замечательное время, друзья мои, когда мы можем прийти к престолу Божьему, когда мы можем просто проанализировав свое сердце, послушав голос Духа Святого в нашу жизнь, мы можем с вами принять действительно правильное решение. Знаете, покаяться, покаяться. Я хочу сказать вам, не нужно думать, что покаяние это для грешника, который никогда Бога не знал. Знаете, покаяние это для всех нас, для всех верующих людей, которые следуют за Христом. Мы ошибаемся, как люди, мы, бывает, подвергаемся своим слабостям, но нам нужно покаяние, чтобы восстановиться, поправить наши светильники и продолжать служить Господу. Аминь. Чтобы не позволить сатане, который, может быть, каким-то образом повлиял на нас, не позволить ему дальше уже сесть нам на плечи и сбить нас с правильного пути. Аминь. Вы согласны со мной? Поэтому давайте сегодня, в этот вечер, мы помолимся. Мы помолимся и попросим Духа Святого в нашей жизни продолжать свою работу. Знаете, Он продолжает свою работу только тогда, когда мы даем Ему на это разрешение, когда мы позволяем, когда мы просим Его, когда мы можем признаться в наших согрешениях, можем признаться в наших ошибках и сказать, Господи, позволь мне дальше следовать за Тобой. И Он с радостью нас освободит, очистит, осветит и поднимет на новый уровень. Аминь. Давайте мы поднимемся. Я зачитаю буквально несколько стихов из 1-го послания Коринфянам 11-й главы с 23-го стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите, это есть тело Мое, за вас ломимое, это творите в Мое воспоминание. Так же и чашу после вечерей сказал, сия чашей есть новый завет в Моей крови, это творите, когда только будете пить в Мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает. Господь, мы благодарим Тебя за это особенное время, когда мы можем быть в Доме Твое, когда мы можем рассуждать над Словом Божьим, которое является хлебом жизни для нас, Господь. Мы так благодарны Тебе, Господи, за эти глубокие откровения, которые Ты даруешь нам, Господи, из Писаний. Через Духа Святого, Господь, Ты говоришь в наше сердце. И, Господи, мы признаемся, что не всегда бываем правы. Мы признаемся, Господи, что ошибаемся, что согрешаем. Но сегодня мы здесь, чтобы, Господь, нам приблизиться к Тебе, чтобы нам покаяться пред Тобой. Я молю, прошу Тебя, прости, помилуй, Господь. Помоги, Господи, Боже, освободиться от какого-либо греха, освободиться от какой-либо слабости, Господь, чтобы снова, Господь, стать ближе к Тебе. Я молюсь об этом, Дух Святой, дай силы, Господь, победить всякое искушение, чтобы сатана не имел силы, не имел власти в моей жизни. Я молюсь об этом сейчас, Господь. Я прошу, благослови и помоги, Господь. Я нуждаюсь, Господи, в Твоем водительстве, Дух Святой. Я нуждаюсь в Твоем Слове, которое светильник для ноги моей, Господь. Оно никогда, Господь, не собьет меня с пути, но поможет мне следовать за Тобой. Поэтому я хочу сохранить Твое Слово. Я хочу его читать, я хочу размышлять, я хочу исполнять, Господь, чтобы никогда в моей жизни не было этих моментов, чтобы я отрекся от Тебя, Господь. Я молюсь об этом. Я прошу Тебя, дорогой Иисус, благослови, Господь, свою церковь, благослови каждого брата и сестру, благослови тех, кто проходит долина испытаний, кто нуждается в Твоем подкреплении, кто нуждается в Твоей силе. Я прошу, помоги, Господь, очисти, освети, Господь, обнови одежды, Господь, через покаяние, через Духа Святого, чтобы нам радоваться и служить Тебе. Мы молимся сейчас, Господь, за этот хлеб, за это вино. Мы благословляем, Господь. Мы просим, помоги нам, Господи, участвовать в этой трапезе, чтобы действительно думать о том, что Ты, Господь, претерпел ради нас, чтобы действительно осознанно к этому подходить, Господь, не как к ритуалу, не как к обряду, но как к тому, что приближает нас к Тебе, делает нас одним целым, Господь, с Тобою. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое тело, за Твою кровь. Слава Тебе и хвала, Господь, что Ты купил нас дорогой ценой. И сегодня мы, Твоя семья, мы Твое тело, Господь. И мы просим, Господи, действуй, Господи, в нашей жизни, исцеляй, освобождай и помоги за Тобой следовать наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.